На СТО на поселке Котовского произошла кровавая расправа. Жертвой стал охранник станции техобслуживания, а убийцей его приятель, забежавший поздно вечером проведать знакомого. Встреча сопровождалась алкоголем и последующим выяснением отношений. Разрешить разгоревшийся конфликт один из мужчин решил с помощью прихваченного с собой ножа. Он нанес охраннику СТО несколько ударов в живот и грудь, отчего тот скончался на месте. 21-летнего нападавшего задержали. В центре города в аварии погибла 22-летняя девушка. Она находилась на пассажирском сидении Ауди, которая врезалась в Ниссан. Водитель японской улицы Торговый, он попытался скрыться, однако был задержан очевидцами, которые и передали его патрульным. Пассажирку Ауди госпитализировали, однако спасти ее медики не смогли. Три девушки утонули во время катания на лодке. Трагический инцидент случился ночью на Перелетском водохранилище в Балтском районе. На водную прогулку отправились четверо девушек и один мужчина. Все они родственники. По неизвестным причинам в 30 метрах от дамбы моторная лодка перевернулась. На берег мужчина смог вытащить только одну из девушек. Остальные пошли на дно. Их тела ищут водолазы и местные жители. Одесситам презентован сайт градостроительного кадастра. Работа над онлайн-платформой велась два года. По словам специалистов, это своеобразная подробная карта Одессы, в которой будут отражены не только строение, но и каждое дерево. Кадастровая карта Одессы будут включать в себя здания, строения, памятники, архитектуры и даже коммуникации, проложенные под землей, обещают чиновники. Цель платформы – информировать специалистов и горожан о состоянии градостроительной отрасли. Градостроительный кадастра, в отличие от других кадастров, которые предусмотрены законодательством, лесной, водный, земельный, градостроительный содержит практически, мне трудно сказать, что он не содержит. Мы разбили наш портал на несколько разделов или подразделов, и они будут дальше разбиваться и дополняться. Информация предоставляется подробно о каждом объекте, например, памятники архитектуры. Достаточно подробное изложение со своими вкладышами по памятникам архитектуры, с их паспортизацией, их внешним обликом сегодняшним и тем, который существовал на тот период времени. Такую же информацию можно получить о зеленых насаждениях, вплоть до того, какого вида дерева. Здесь же нанесена коммуникационная сеть. Помимо того, что есть объекты наземного строительства, то, что мы видим глазами, очень большая проблема в городе – это подземные коммуникации. Не так давно мы могли убедиться, вот при реконструкции территории в районе Пересовских мостов обнаружены те коммуникации, которые никто про них никогда не знал. Значит, это еще одно из направлений нашей работы. Сети. Сети теплотрассы, водопровод, все, что под землей. На платформе городостроительного кадастра каждый сможет отследить законность постройки. Как отследить самовольное строительство? Найдя тот объект, который вас интересует, если нет определенного условного обозначения, мы можем судить, объект строится по закону или нет. Найдя необходимую территорию, мы кликаем по интересующей нас зоне и получаем всплывающую табличку, в которой есть еще ссылка на более подробную информацию. Информация на онлайн-портале городостроительного кадастра обновляется ежемесячно, подчеркнули специалисты. Но пока он не охватывает весь город. К примеру, фонтанская дорога отражена только до улицы Красной Зори. Мобильный центр представляет собой автомобиль, оснащенный всей необходимой техникой и материалами. Он будет передвигаться не только по городу, но и по области. Тем самым услуги фискальной службы будут более доступны даже жителям отдаленных частей региона. Есть много отдаленных мест, где нет, во-первых, целесообразности, во-вторых, нет надобности сделать стационарные ЦОПы, которых у нас в Одесской области 22, как я говорил. Это 23-й мобильный, призванный им в помощь. Вот поэтому возникла идея, для того, чтобы люди могли максимально воспользоваться теми сервисными услугами, теми админ-услугами, которые предоставляет фискальная служба, не людей вести к ним, а донести эти услуги до людей. Главное преимущество мобильного центра – он будет по графику работать по определенным адресам, известным заранее. Будет нацелено у нас, прежде всего, на людей, работающих на рынках, поскольку один выходной, вы знаете, у них и тратить его на походы куда-то, я считаю, это как минимум им затрудительно, и поэтому у них возникают какие-то проблемы. Вот поэтому был создан этот СОП, поэтому он будет работать согласно графику в определенных местах. Первыми увидеть мобильный центр, познакомиться с его работой пришли и сами предприниматели. Я думаю, что это правильно и быстрее, и не стоять в этих очередях. Есть график, подъехал, заплатил, оформил, отчет сделал и все. Я думаю, что нам будет лучше. Это быстро, удобно, мобильно. Ну, все новое, наверное, лучше. Перечень предоставляемых услуг в таком мобильном центре достаточно внушительный, говорят специалисты. На базе нашего центра будут оказываться наиболее востребованные услуги нашей государственной фискальной службы. А именно, можно будет получить учетную карточку платежчика налогов, получить справку о доходах, справку об отсутствии задолженности, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах, подать любую отчетность, получить консультации. Это первый подобный центр в Украине. Проект пилотный. Но если услуга найдет отклик у налогоплательщиков, такие мобильные центры фискальной службы получат максимальное развитие, подытожили специалисты. В Южном офисе госаудит службы обнародовали результаты работы за полугодие. О том, сколько за это время было проведено проверок и каким результатом они привели, далее в нашем репортаже. За полгода 67 контрольных мероприятий ведомства включали в себя 49 ревизий, 12 финансовых аудитов, 4 проверки госзакупок и 2 ревизии исполнения местных бюджетов. Выявлено финансовых нарушений на сумму 55,5 миллионов гривен. Мы вернули в государственные и местные бюджеты бюджетные учреждения 43 миллиона гривен. По словам специалиста, выявленные нарушения говорят о том, что в регионе низкий уровень финансовой бюджетной дисциплины. Мы проанализировали тендеры, которые были в системе Прозора, на общую сумму более 2 миллиардов 250 миллионов гривен. Это очень большая сумма, она практически в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И было найдено нарушений практически почти на миллиард. В общей сложности, по словам эксперта, были отменены тендеры на сумму в 680 миллионов гривен. Были такие случаи, когда по нашим рекомендациям тендер отменялся один раз, потом проводился снова, и мы уже дали повторные рекомендации на отмену тех же тендеров. То есть иногда даже с первой попытки, со второй, вернее, попытки, не удается в соответствии с законодательством правильно провести тендер. По результатам проведенных проверок, государственные аудиторы направили 45 ревизионных материалов правоохранительные органы. По 16 нарушениям уже открыли досудебное расследование, отметили в ведомстве. И снова вернемся к ситуации на дорогах. На перекрестке улиц Базарной и Решильевской БМВ сбило мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший рядом с собой катил велосипед. 64-летнего мужчину с множественными травмами госпитализировали. Как утверждают очевидцы, внедорожник, подъезжая к пешеходному переходу, несся на огромной скорости. Еще одна пострадавшая при столкновении двух машин на перекрестке улиц Комарова и генерала Петрова. Травмы получила водитель ауди. 34-летнюю потерпевшую доставили в больницу. Авария надолго заблокировала движение сразу трех троллейбусов – 11, 12 и 7 маршрутов. Очереди под кабинетами врачей – картина нерадужная. Будь то поликлиника, медцентр или больница. Но в разы печальнее очереди родителей, сопровождающих детей с ограниченными возможностями. Общественники в рамках онлайн-платформы «Социально активный гражданин» предложили разбить для таких ребят спортивно-игровой комплекс возле детской городской поликлиники номер 6. Авторы проекта предлагают родителям с особенными детьми ждать своей очереди к специалистам поликлиники номер 6 на специально оборудованной спортивной площадке. Если мы спросим нашего ребенка, с чем у него ассоциируется слово «больница» или «поликлиника», то на самом деле ответы достаточно печальные. Это уколы, боль, ожидания, тоска. Мы хотим немного переиграть этот формат, создать новое лицо государственного лечебного учреждения. Чтобы детки, приходя к нам в поликлинику, могли проводить время свое, играясь на свежем воздухе, чтобы не стоять в очередях, чтобы, если у них, допустим, записана консультация к врачу, либо сдача анализа. Новый комплекс, считают авторы идеи, поможет детям социализироваться и расширить общение со сверстниками. Это будет несколько комплексов. Это будут как качели, так и горки. Они будут оборудованы специальным покрытием, конечно, что будет безопасно для детей. Также будут специальные поручни для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли подняться и провести время там. На этой площадке могут также общаться, играться и детки здоровые. Это будет еще один плюс для того, чтобы дети могли друг другу помогать и адаптироваться в обществе. Детки могут обустраиваться резиновым покрытием для того, чтобы детки могли комфортно играться, падать, лазить по полу. И это не было травмоопасно. По словам проектантов, идея богоустройства и оборудования прилегающей территории за счет общественного бюджета возникла при недавнем ремонте самой поликлиники. Так, а смета охватывает финансирование работ только по зданию. Срок реализации проекта в случае его одобрения голосующими – сентябрь-октябрь этого года. Маленьким одесситам посвящена еще одна презентация проекта в рамках онлайн-платформы «Социально активный гражданин». Детский центр «Многодетки» предлагает профинансировать одноименный клуб. В новом центре общественники планируют проводить внешкольные бесплатные занятия для детей льготной категории. Организаторы планируют оборудовать четыре помещения для занятия детей от 3 до 16 лет. Здесь хотят преподавать иностранные языки и компьютерную грамотность, создать кружки для занятия хореографией. На сегодняшний момент существуют, естественно, другие внешкольные заведения, но бесплатное обучение компьютерной грамотности, компьютерные курсы, социальные сети и все остальное на хорошем профессиональном уровне, бесплатно иностранные языки, к сожалению, мы промониторили весь город, этого на сегодняшний момент нет. Как правило, говорят участники клуба, многодетки. У многодетных мам практически нет времени на свои увлечения и посещение мастер-классов. Проект позаботился и о них. Мама, она занимается уборкой, детьми и так далее, на себя нет времени. Так вот, есть тоже договоренности, готовы приходить туда, то есть детки занимаются, в этот же момент проходят какие-то мастер-классы с мамами, по визажу, по парикмахерскому делу, по готовке, кулинарные мастер-классы. То есть очень много интересных проектов, которые можно проводить одновременно. Приводавать в детском центре многодетки специалисты будут на волонтерских началах. Существуют предварительные договоренности с обучающими центрами, которые готовы, с университетами, которые готовы предоставлять своих студентов для обучения иностранных языкам на волонтерских началах. Есть договоренность и с РГФ, есть договоренность с компьютерными гениями, что они готовы это предоставлять бесплатно. То есть на волонтерских началах дети, которые хотят обучиться этой программе, есть возможность это сделать бесплатно. Авторы проекта рассказали, как предлагают организовывать пространство. В первом помещении будут проходить занятия для детей младшего школьного возраста и дошколят. Там будут проходить всевозможные развивающие игры, развивающие занятия, рисование, лепка и так далее. Второе помещение планируется для более взрослой категории деток из многодетных семей. Это будут компьютерные курсы, будут проходить курсы программирования, курсы иностранных языков для подростков. Третье помещение будет для разновозрастных деток, для творческих занятий. Там будут проходить уроки хореографии, вокала. Четвертое помещение – это планируется такой большой холл с маленьким развлекательным комплексом для совсем малышей, которые не могут принимать участие в занятиях. Бюджет проекта заложен капитальный ремонт и приобретение нужного оборудования. У нас заключен договор с коммунальным управлением. Помещение находится на маршала Жукова 10-1. Это цокольный этаж, в котором расположены 4 помещения. Общая площадь порядка 140 квадратных метров. Бюджет нашего проекта – 690 тысяч. Авторы проекта уверены – детский центр «Многодетки» будет способствовать развитию умственного и творческого потенциала будущего Одессы. Наша телерадиокомпания регулярно информирует аудиторию о тех или иных проектах, которые прошли на завершающий этап голосования в рамках муниципальной платформы «Социально активный гражданин». Еще на протяжении месяца можно голосовать за проекты общественников, претендующие на бюджетное обеспечение. Напомню, изначально на сайт поступило 256 петиций, в которых одесситы предлагали свои идеи. Голосованием и решением профильной комиссии было отобрано 148 проектов, но финансирование смогут получить порядка 40 идей, рассказали спикеры проекта «Общественный бюджет». Голосование проходит на сайте платформы CitizenOdessa.ua. Проекты, получившие наибольшую поддержку, пройдут тендер и будут реализованы до конца года. Общий бюджет, предусмотренный для победителей – 100 миллионов гривен. Минимальная смета проекта – от 200 тысяч, максимум до 5 миллионов гривен. Испокон веков люди верили в магию чисел. Считалось, что некоторые из цифровых комбинаций приносят удачу, другие же, наоборот, беду. Современный мир скептичнее относится к нумерологии, вместе с тем традиция выбирать счастливую дату для свадьбы осталась. В пятницу в Одессе количество пар, желающих узаконить свои отношения, увеличилось в разы. Ведь на этот день пришлись целых три счастливых семерки. В день трех семерок 7.07.17 в ЗАГСе Малиновского района на Успенской свои судьбы решили соединить более четырех десятков пар. Сегодня вообще свадебный бум. У нас очень много пар, желающие заключить брак. И мы стараемся сегодня изо всех сил сделать их счастливыми. В обычный день мы регистрируем 25-23 пары, а сегодня у нас 40 регистраций браков. Вообще же, рассказывают сотрудники ЗАГСа, для людей, которые искренне любят друг друга, нет никаких преград для вступления в брак. Люди женятся в любой день и в любом возрасте. В последний случай я принимала заявление у жениха, которому уже исполнилось 78 лет. Но он до такой степени хотел жениться, что мне кажется, что в 18 лет наши молодые жены не хотят жениться. Он такой был доволен и счастливый. Он радовался каждой минуте, проведенной в кабинете. Новобрачная была младше жениха всего лишь на пару лет, отметили сотрудники ЗАГСа. Удивляют молодожены порой не только своим возрастом, но и внешним видом, рассказывают здесь. Вот самый интересный и последний случай – это у нас сегодня была регистрация брака. У нас жених был шотландец, и они все пришли в своих национальных костюмах, килтах. И жених, и невеста, и гости. Это было очень красиво и очень необычно. Рассказали в Малиновском ЗАГСе и о положительной семейной статистике. По данным отделения, на полторы тысячи браков здесь приходится всего лишь 250 разводов. Одесситы и жители области стали чаще вступать в брак и реже разводиться. Разница между числом созданных семей и разорванных пар по региону хоть и невелика, однако может служить началом благоприятной тенденции, говорят специалисты. С начала года по май почти 5100 пар в регионе связали себя узами брака. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на более чем 800 бракосочетаний больше. Если говорить о разводах, то регистрируются разводы по обоюдному согласию. Их было за январь-май 867 браков. Сюда не включается информация о разводах, которые осуществляются через суды. Супруги стали более ответственными в сохранении брачных хоус, указывает нынешняя статистика. Более полная картина будет понятна к концу года. Именно тогда появятся данные по числу разводов в судах. Тогда же, признаются специалисты, нынешняя благоприятная статистика может обрести иной вектор. Возвращаясь к теме дня трех семерок, мы решили провести среди одесситов опрос и узнать, насколько они придают значение нумерологии и верят ли в магию счастливых чисел. Одна из молодых пар, связавшая себя узами брака, в этот день призналась. Счастливую цифру для свадьбы выбирали осознанно. В магию чисел верим. Три семерки. Мне в этом плане просто проще, что я буду помнить удар, просто не забуду ее, когда назовусь. Так что три семерки, это так получилось. Удобно в общем. В магию чисел я верю, потому что астрология – это вообще очень такая серьезная вещь. Поэтому семерки всегда считались числами счастья, удачи. Дата хорошая, числа хорошие. Семерка – это душевность. И чтобы у них в семье было полное взаимопонимание и душевность. Большинство опрошенных нами одесситов также считают, что счастливые числа – это не пустой звук. Их магия действительно работает. Вы знаете, я это могу применить только, наверное, ко времени учебы в институте. Действительно, попадались 17-е, 7-е билеты. То есть 7-й заходила на экзамены. Всегда все было хорошо. Гон, чтобы 13-го не было. Все остальные нормальные. Нашли среди наших респондентов и скептики. На самом деле я в это не верю. И какая разница, какие числа, если люди любят друг друга. Мне кажется, совсем без разницы, когда им заключать этот узы брака. В едином одесситы сходятся. Любая примета, особенно подобранная к свадьбе, должна подкрепляться искренними чувствами молодых. Тогда она действительно положительно повлияет на судьбу молодоженов. Брак способен укрепить только любовь. А числа, ну да, они могут ее украшать. Я советую ориентироваться на свои чувства. Если они есть, заключайте брак. Чувствуете, что это ваша вторая половина. Заключайте, а в какой день это не важно. Но если это получится еще и в какой-то благоприятный по всем другим параметрам день, так это будет, наверное, только плюс. Впрочем, соглашаются одесситы. Если кто-либо искренне верит в магию чисел, значит, они обязательно принесут ему удачу. Ибо любая мысль материальна. Брак – дело добровольное, но, тем не менее, ответственное. Дабы не пополнить печальную статистику разводов, молодожены тщательно продумывают не только концепцию совместной жизни, но и все нюансы. И особое внимание уделяют выбору даты бракосочетания. Предания многих поколений гласят, под какой звездой объединятся любящие сердца, настолько и долговечным будет их союз. Сакральная дата 7.07.17 должна стать символическими выходными воротами во время счастливой семейной жизни. Так считают не только нынешние брачующиеся, но и астрологи. Семья для того, чтобы была счастливой, лучше было бы, чтобы она была заключена, естественно, в такую дату, которая описана семеркой, и гармонична по всем семи направлениям. То есть семь колонн для семьи материальные, духовные. Каждый для себя может сам выстроить, собственно, что для него главное. Самое основное – так, чтобы это видение совпадало у мужа и жены. И вот семерка здоровает это совпадение. Браки заключенные в этот день будут отличать два желанных фактора. Сатурн в долгосрочной браке дает, Венера по любви. Поэтому здесь будут присутствовать браки по любви. И даже если люди не совсем осознали себя и вступают в этот день в семейный союз, они в любом случае будут дольше жить, чем если бы они вступали в семейный союз в любой другой день этого года. Ближайшее удачное время, по мнению астролога, для заключения брака – это октябрь. При этом благоприятным считается любой день месяца. Там мы в любом случае уже не привязываемся даже к нумерологии, потому что там идут у нас такие констилляции планет, которые, ну, как бы в любой день можно заключать семейные союзы. Там никаких таких вот препятствий, вот с точки зрения всех этих систем нумерологии, астрологии. Назвала наша собеседница и даты, которые не следует избирать для бракосочетания. Август месяц достаточно трудный, потому что там затмения у нас идут. И в конце августа, у нас есть 21 августа солнечное затмение, вот оно совпадает с достаточно напряженным аспектом между землей, планетой любви и ураном. Говоря обычным языком, это испытание для нашей любви. То есть в конце августа те люди, которые еще не решили вступить в семейный союз, они могут до него не дойти. То есть могут быть конфликтные ситуации. Влюбленным же, которые пока выбирают дату для женитьбы, астролог посоветовала верить в лучшее. И тогда звезды обязательно подстроятся под их желания. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Одесситом презентован сайт градостроительного кадастра. Мне трудно сказать, что он не содержит. Мы разбили наш портал на несколько разделов или подразделов. И они будут дальше разбиваться и дополняться. А налоговики представили первые в стране мобильный центр обслуживания плательщиков налогов. Есть много отдаленных мест, где нет, во-первых, целесообразности, во-вторых, нет надобности сделать стационарные ЦОПы, которых у нас в Одесской области 22, как я говорю. Это 23 мобильный, призванным в помощь. Вот поэтому возникла идея, для того, чтобы люди могли максимально воспользоваться теми сервисными услугами, теми админуслугами, которые предоставляет фискальная служба, не людей вести к ним, а донести эти услуги до людей. 07.07.17 по всему миру наблюдался свадебный бум. Не осталось в стороне и Одесса. Сегодня вообще свадебный бум. У нас очень много пар, желающие заключить брак. И мы стараемся сегодня изо всех сил сделать их счастливыми. В обычный день мы регистрируем 25-23 пары, а сегодня у нас 40 регистраций браков. Специалисты же утверждают, что в нашем регионе количество браков наконец-то стало превышать число разводов. Да, и самих разводов стало меньше. Разводов меньше по сравнению с прошлым годом, которые вот именно разводы зарегистрированы в ЗАГСах. В прошлом году было зарегистрировано 947, в этом году 867. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.